Благотворительный фонд «Инсан» объявил сбор средств для пятилетней Самиры. Девочки поставили диагноз гидроцефалии. Живет Самира в Хасавертовском районе, селе Муцалаул. Наш корреспондент встретилась с семьей девочки. Мне ее даже днем хоть минут 10-15 только можно ее на руки, потом она уже синеет. Уже на протяжении пяти лет Гульмира Раджабова проводит у кровати дочери практически весь день. Девочка не может не ходить и, несмотря на свой возраст, даже разговаривать. Приобретенная гидроцефалия. Такой диагноз врачи поставили пятилетней Самире. Как все произошло, мать рассказывает со слезами на глазах. У нее температура поднялась, и мы поехали в Махачкалу в гости. Это было уроз за месяц. И вот полежали нас, подержали в больнице. Из головного мозга пункцию взяли у нее. И вот полтора месяца пролежали мы, домой приехали, у нее на голове шишка вышла. Вот где родничок там. И оттуда у нее пошло это все. После того, как девочке поставили диагноз, прошло почти пять лет. Самира нетранспортабельна. Вывезти ее можно только на воздушном транспорте, на что у родителей не хватает средств. Местные врачи за операцию не берутся. И теперь у матери надежда только на иногороднях. Хуже нее детей, вот этот Ряза, который за ней приехал, врач, индейец он. Вот он даже хуже этих детей лечит операцией. Потому что вообще, у которого жизненного не было шанса, ребенка полтора метра, ребенок сделал операцию, вот обычному сделал он голову. В этом маленьком крохотном доме семья Саралапова живет уже пять лет. С того самого момента, когда маленькой Самире поставили злополучный диагноз. Помогают все, кто может, даже хозяйка квартиры. До этого семья жила в Чечне. Но после случившегося приехала на родину в Хасавюртовский район. Ведь здесь родные и близкие. Всех гостей и желающих помочь семья встречает радужно. Ума Ибрагимова, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Муцалаул, Хасавюртовский район. Ибрагимов, телеканал НТ, Муцалаул, Хасавюртовский район.